В России сейчас, ну если не бум на кредитной карточке, но, по крайней мере, очень активный рост. Сейчас клиенты потенциальные, они уже раскусили, что это такое, научились пользоваться, в том числе благодаря тому, что этот продукт стал массовым, и сейчас уже исключены какие-то дополнительные комиссии, какие-то скрытые комиссии, скрытые процентные ставки, то есть продукт стал прозрачным. Средняя стоимость, наверное, заемных средств по рынку – это от 18 до 28%. Мы находимся в начале этого диапазона, мы начинаем с 18-19% годового. В прошлом году рынок кредитных карт вырос на 60%, в этом году анализ, проведенный, это где-то 40-45%, но это высокие темпы роста. С моей точки зрения, банковское кредитование со временем вытеснит такой вид чисто российского кредитования, как посткредитование. Это кредитование в точках продаж, то есть посредственно в магазинах. Опять же, ни для кого не секрет, что процентные ставки по такого рода кредитам, как правило, значительно превышают среднерыночные. Если сравнивать процентные ставки по классическим банковским картам кредитным и ставки по посткредитованию, то есть кредитованию в точках продаж, то они могут различаться и в 2, и в 3 раза. Уверена говорить о том, что в краткосрочной перспективе рынок посткредитования уйдет, я бы, наверное, не рискнула. Я думаю, что это скорее 10-15 лет, в течение которых население России полностью привыкнет к банковским картам и посткредитование будет вытеснено естественным путем.